Раннее утро. Даже я особо спускаться не хочу. А что тут мистер крутится под нашим домом? Гляньте, какая красотка змея черная. Тут она замерла. Голова спрятана у нее под эту балку. Да уж. Уйди, мистер, иди! Иди! Самое дурное, что мои псы на улице. Вот что. И особенно этот Хэппи, который ничего не боится. За ним уже другие начинают кидаться. Я не знаю, как бы ее сдвинуть отсюда. Попросила вон уже открыть последнюю дверцу. Ожидался большой дождь. Так все могут выйти на улицу. Гулять там. Все, вода уже с вечера подготовлена, еда. Так что при такой теплой, хорошей погоде они ночью у меня с открытыми дверями спят. Нет проблем. У нас тепло, парное молоко, воздух. Но вот эта красавица, конечно, тут она мне все планы портит. Ну-ка, домой, домой. Молодец. Домой. Хорошо. Никси дома. Прибежал. Карла, забери его, обведи кругом, уведи домой. Домой, домой, миленький. Давай, давай, домой. На время надо дать время, чтобы она ушла. Ну, вот так есть. У нас здесь много змей. Ну, цепная... Во-первых, они были здесь до нас. Что поделаешь, лес рядом. Тут их не... Место. Здесь они родятся все время и живут. Но немножко, видимо, отступили в сторону, когда пришли люди. Тут постоянно косятся что-то, делается. Конечно, привлекать внимание могут еще и курятники, змей. Не знаю, насчет яиц, насчет мышей, которые там крутятся. Тем более. С одной стороны, это хорошо. В Индии много... Как знаю, и читала как-то в детстве книжки гадюки тоже крутились около этих зернохранилищ, где постоянно зерно. И они были вместо этих котов, которые ловят... охраняют змей. Вот она, смотрите. Вот она идет. Вот она. Она начинает выползать. У нее белый живот. Белый живот. И она сейчас пойдет под дом. А мне бы этого не хотелось. Карлос, она под дом хочет идти. Самое противное. Она под дом хочет идти. Я ее чуть тормознула. Чего-нибудь... Вон... Ушли вон. Есть метла. Просто сдвинуть ее, чтобы она ушла в огород. Я очень не хочу, чтобы она пошла под дом. Черт-те что, длина хорошая. Вот сейчас я даже не вижу, куда она ее будет гнать. Как-то на траву, на траву выгони на поляну ее. Пусть на поляну уходит. У меня под домом мистер все время прячется. Так ей вреда нет никакого ее метлой чуть оттолкнуть. Сейчас она разозлится, наверное, здорово. Пусть уходит. Черт-те что. Так близко, я не видела, что подходили. О, черт, она разозлилась, наверное, на тебя уже там смотрит. Они укусить могут. Эти, по-моему, не ядовитые. Мышиных даже. Их называют мышиные уже или еще как-то. Ну, видишь, какая с характером девчонка. Вон она. Осторожно, чтобы не кинулась. Она уже злая. Хорошего мало, если укусит. Потому что, как и у мышей, у них могут быть и зубы, и инфекция, и, короче, потом рана будет. Надо, чтобы она ушла. О, она на ней просто сдается. Гляньте на нее. Злится уже. На траву бы, и в траву, блин, как-нибудь. Но, блин, боюсь, Карл, осторожно, конечно. Смотри, как она уже на тебя. Уже разозлилась, что ее так тронули. Вот. 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 Тут легко было ее на этой пленке сдвинуть. А на камнях, конечно, ей навредить не хочется. И она вон на него сейчас смотрит опять. Поворачивается. Тут прилетел, вон, гляньте, интерес проявил пересмешник и отлетел сразу. Что, как сделать-то? Мне она тут не нужна, красотка. Совсем не нужна. У нас дом не зашит еще. На это воскресенье должны прийти люди, строители, которые... строители должны прийти, которые будут смотреть. Ух ты, тут начинаются какие дела. Опа. Ну, хорошо. Так, подальше, подальше на поляну куда-нибудь, если можешь, пусть она уходит. Вот она как разворачивается везде за ним. гляньте вы на нее. Мой папа мог видеть их руками. Брал такую палку. Оп-та. Брал такую палку и придавливал голову и потом брал руками. У меня, батька, был охотник, рыболов. Да. Мужу надо на работу раннее утро, а тут такие у нас противостояния происходят. Куда она пойдет сейчас? Главное, чтобы назад не пошла. Куда-то дальше можешь ее на поляну еще подкинуть ее? Только осторожно. Я боюсь, чтобы она не бросилась. Вот она. Полетела красотка. Умеет змеи лицать? Умеют. Взял и бросил. Она и полетела. Все. Надеюсь, не вернется. Ладно, бежим. Надо кормить мужа. Ему на работу нужно. Ну, вот такие чудеса у нас происходят. Тоже обычный день, обычная ситуация. Они уже тут у нас были не раз. Вот у нас, видите, здесь такой под домом идет. прячутся собаки иногда от жары. Придут группа строителей, будут смотреть, будем договариваться, чтобы зашивать этот дом. Это и полы теплее будут, Хотя у нас и так хорошо. Климат шикарный. Но все равно, вы знаете, вид другой совсем будет. Все, руки не доходили. Ну, я надеюсь, она уйдет. Все. Что она тут делала рядом? Главное, что собаки на нее кидаются. Ну, ладно, ребята, тороплюсь, тороплюсь. Спешу, спешу.